Многие думают, что самый главный человек на кухне это шеф-повар. Это правда. Шеф-повара – это генералы кухни. Они контролируют ситуацию, составляют стратегические планы, командуют перемещениями своих войск, введя их к новым кулинарным победам. Но основной удар на себя все равно принимают солдаты. Простые повара, соль кухонной земли. Им сложнее всего. А представьте себе генерала, разжалованного в солдаты. Вот кому совсем не сладко. Ризотто с грибами, три карбонары и… Цезарь. Понятно? Да, Цезарь. А что вы такое виалу? Соберитесь. Да, Витюша, давно ты обычным поваром не трудился. А твоих ручками-то работать с минут стоял и сдох. Да я просто не выспался. Ты сдал, старичок. Ничего я не сдал. Ну, конечно. Посмотри на себя. Ты же с помидором разговариваешь. Ой-ой-ой, какие мы обидчивые. Не легче и солдату, который лишь притворяется солдатом. А на самом деле, глубоко гражданский человек. Ну, что там? Опять одна. Фу, слава богу. Ой, извини, я привычки. Ничего страшного. Судя по анализам, вы здоровы. Сейчас у вас овуляция, так что в ближайшие два дня советую вам хорошенько потрудиться. Извините, а как часто мы должны? Ну, это уже зависит от вас. Кто-то может и семь раз, а для кого-то один раз в праздник. Ну, семь так семь. Семь? Ну, имеется в виду за два дня. Устали, Виктор Петрович? Устал? Я даже не знаю значения этого слова. Хотелось бы побольше расспросить о коллективе, в котором я имею честь работать. Что вы говорите? А это вам зачем? Ну, трудно работать в команде, когда ни о ком ничего не знаешь. Понимаю. Ну, хорошо. Это Миша. Ты его уже знаешь. Исполняет обязанности су-шефа. Ответственный исполнитель. И жену боится как огня. Ну, в общем, обычный может. Ну, как же она вчера запилила, что поздно пришел? Что сказал? А это Канат, он у нас киргиз. Никак не может бедняк себе сделать гражданство. Вот это Надя. Настоящий профессионал. Руки просто золотые. Правда, за этими золотыми руками иногда нужен глаз-то-глаз. Мы просто дрем-тим. Министроне, семга на пару, Карпаччо. Карпаччо, Виктор Петрович. Канат, министроне, Миша, семга на пару. Да, шеф! Вот ведь лентяй усатый. Сфилонить хотел. Поговаривают, он алкоголик. Да по нему и видно сразу. Осторожней, он моего брата порезал. Простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста, что такое, а? Поразительно. Это вы сами сделали? Что, из морковки? Да. Потрясающе, а? Можно попробовать? Спасибо. Подъявите, пожалуйста. Да, видимо, я все-таки не такой талантливый, как вы, а? Всю морковку почистили, еще дудку сделали, а? Молодец. Просто молодец. В таком случае вам, очевидно, не составит большого труда почистить мешок картошки, а? А где нет? Ну что, мешок это для челяди, далекое от искусства. Вам, вам лучше два. Два мешка. До вечера справитесь? Шеф, я до вечера не успею. Успеете. Успеете? Вы, вы очень талантливые. А не успеете, пойдете вон. Да, но зато сможете заняться музыкой. Герман Михайлович, а для чего нам нужно столько картошки? Лев Семенович, в целях воспитания. У нас сегодня не оркестр. То нет, то я не потерплю. Угу. Мне тоже не нравится. Ну что, начнем наш секс-марафон? На стад. Внимание. Марш! Я на ночь. Слушай, ты сейчас вообще не вовремя. Алло, Макс. Кажется, меня сегодня уволят. Что случилось? Слушай, Герман попросил до вечера почистить два мешка картошки. Может, приедешь, поможешь? Ладно, давай. Ну что, мой охотник, ты готов застрелить свою тягницу? Слушай, там Тэн позвонил. У него неприятности на работе. Я должен помочь, прости. Ты забыл, что сказал доктор? Любимая, у нас впереди целых два дня. Я еще столько раз успею тебя пристрелить. Макс! Спасибо. Не за что. Лавров, а вы что здесь делаете? А у меня выходной. Я вот решил Денису помочь. Угу. Похвально. Только это не тот случай, где нужно проявлять братскую заботу. Ну, пожалуйста, ступайте, иначе ваш выходной не закончится. Ладно, иди. Я сам справлюсь. Да нифига ты не справишься. В смысле? Коромысли. Мне потом опять решать за тебя проблемы. Не помню, что значит опять? Да потому что это происходит все время. Тоже мне человек, который решает проблемы. Иди давай отсюда, понял? Сам все сделаю. Сделает он. Скрипку из картошки сделаешь. Надо будет, сделаю. Привет. Ты что, приехала? Я решила, ты тут с Денисом надолго зависнешь? С Денисом у меня уже все. Ну что, поехали домой? Угу. Или... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Извините. Я... я просто хотел извиниться за то, что наорал на тебя. Не мог зайти, хотя бы минуту через три. А почему через три? Дэн, ты нас слышишь? Да. Дверь закрой! Угу. Вик, ну не злись. Это же мой брат, ему помогать нужно. Тем более он уже ушел. Еще не ушел. Так. Все. Я выходила за мужа, за тебя, а не за вас двоих. Теперь можно? Буду через двадцать минут. Миша за главного. Да, шеф. Наденька, доделай, пожалуйста, салат. Да без проблем. Миша, сделай карбонар, а то я не успеваю. Сделаем. А и спасибо, еще смешно будет. Тащакуре дырым. Как? Тащакуре дырым. Тащакуре дырым. Бойки, садитесь. Рахматка нам. Кофе? Спасибо. Да, шеф. Что, в своей абракадабре дедовщину устроили? Дедовщина – это для тех, у кого мозгов нет. А для гармонично развитых личностей, как я, есть другие рычаги влияния. Голодаем, значит. Елена Павловна. Я там в жульен один новый ингредиент добавил. Может, посмотрите? Давайте. Если ты не хочешь, чтобы это увидела твоя жена, просто будь доброжелателен ко мне. Да, шеф, вы прям крестный отец. Всех за ниточки дергаете. Что такое? Почему сидим? Что нет работы? Все, уже иду. Я так на минутку выходил. А крестного отца малка дам его изогнала. Вы же почистили только два мешка. Ну да, как вы и сказали. Вы, наверное, не дослушали. Я ведь сказал не два, а двадцать. Я понимаю, я понимаю. Вы ноль, наверное, не услышали. Да, нет, 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 нет. Что, еще двадцать мешков? Да нет, ну что? Ну что, тиран какой-то или злая мачевая. Нет, конечно, не двадцать. Восемнадцать. Вы же уже два почистили? Да ладно. Ладно. Даю вам еще сутки. Шеф, вам не кажется, что это глупо чистить двадцать мешков картошки? Зачем? Глупо заступаться за человека, который из морковки делает дудку. Субтитры сделал DimaTorzok Елена Павловна, вы пошли отдыхать. Мы тут справимся, дремте. Да я вижу, у вас много времени, хватает на разговоры, на все прочее. Возьмите еще заказ. Вот, летний салат, полонез. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, хочешь поговорить? Окей, давай поговорим. Вчера ты была не права, я тоже был не прав. Но так как мы с тобой серьезные взрослые люди... О как. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Че, прям сейчас? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Класс, погнали. Блин, со мной такого никогда не было. Я так не могу, на меня это все давит. Что на тебя давит? Прорвало прекрасно. Все это на меня давит, что ты молчишь, пишешь эти дурацкие записки. И вообще, я не хочу, чтобы наш ребенок был зачат таким способом. Может быть, ты вообще не хочешь ребенка? Вик, ну прекрати, что ты за глупости говоришь, а? Глупости всегда говоришь ты. Вик, ну подожди. Вик, стой! Вика, стой! Ты че дома не ночевал? Да ладно, че ты обижаешься-то? Вчера ты нам с Викой просто помешал, и мы из-за этого поссорились. А Вика еще нервная из-за того, что у нас не получается забеременеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, все сложно. Да. Ты меня тоже прости. Из-за меня у тебя одни неприятности. Да ладно, фигня, справимся. Ну, че у тебя? Ну, в общем, мне нужно до вечера почистить 18 мешков картошки. Но три я уже почистил. См... Кан无. Канат. Да. См... Канат. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Там гอนиш. Все не контролируешь тут. Ходишь весь день со мной. Тебе больше заняться нечем? Пойдут в салон красоты и в ванны. Извини. Что-то я… А массаж не желаете? С этого момента отправляйтесь на заготовки. Чистите картошку. Друзья, друзья, я собрал вас всех здесь для того, чтобы вы порадовались достижением вашего коллеги, проявившись в стойке временной солдатикой, которая чистит картошку мешками. И вот что я подумал. Вы все должны работать как Денис. Картошку чистим мешками. Нет, эффективнее. Если каждый будет работать как Денис, то, соответственно, у каждого вырастет КПД, коэффициент полезного действия. Поэтому мы не будем нуждаться в таком количестве поваров. Понимаете, да? Вы и вы уволены. Вы что делаете? Что такое? Вам что-то не нравится? Так нельзя с людьми обращаться. Хорошо. Я вас не держу. Вы можете идти за ними. И уйду. Не сомневайтесь. Я это терпеть не намерен. Так. Ну что, может быть, есть еще желающие? Да? Ну, в таком случае, коллеги. За работу. А что делать с картошкой? Мне все равно. Вы можете хоть выбросить. Ребят, никому картошка не нужна. Двадцать пять рублей килограмм. Вот. Чищенные уже. Виктория Сергеевна, с вами Герман Михайлович хочет поговорить. Хорошо. Спасибо. А где он? Сказал, через пару минут подойдет. Просил подождать. Макс! Да. У тебя это, ше зовет? Че ему надо? Да. Ты ничего лучше не мог придумать? Я? Да. Сейчас я думал, это твой хитроумный план. Делать мне больше нечего. Выломай дверь. Я не собираюсь тут оставаться всю ночь. Тебе надо, ты выламывай. Замечательно. За кого я вышла замуж? Даже дверь выломать не может. Да все, успокойся. Я тут не собираюсь здесь с тобой сидеть. Какая же я... Хватит мучать. Шу-бы, бей-бы, я иран. Диктор и шевел, объём! Шу-бы, бей-би, бей-би! Моц-пам! Я хочу哪-ics-пам! Автоможеру! Я воннурги! Особушка эллиниис! Шу-бы, бей-би! Бей-би, рул, объём! Нууки-пам! Субтитры сделал DimaTorzok Теперь ты поняла, что меня лучше не злить? Поняла. Теперь буду злить чаще. Дверь обратно вставь. Мужчина ты или нет? Жизнь простого повара или кухонного бойца, прямо скажем, не балует разнообразием. Ты либо на гауптвахте, либо отчитываешься за проделанную работу перед своим командиром. Вот, пожалуйста, ваша картошка. Вот. И уж если повезло оказаться в увольнительной, главное провести это время с пользой. Но важнее всего, всегда помнись, на чьей стороне ты воюешь. Коллеги, позвольте представить вам нового сушена. Лев Семенович Соловьев. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok